МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я пришла опять на суд. Возобновили Данинскую статью, 10-12-1, это уголовная статья, 25 лет, о том, что я якобы нарушала митинги, какие-то шествия, декоративные, хотя я была одиночной декоративной. Делала мое, возобновили сегодня, обвинительная. Началось все с того, что я стала выходить за своего губернатора Коварского края, Сергея Ивановича Пругала, которого незаконно забрала Москва. И я стала выходить в одиночный пикет с 18-го и 22-го. То есть ты никого, по сути, не привлекала? Нет, не призывала, не привлекала. Что ставят в вину? В чем обвиняют? Якобы я нарушила вот эти действия. То есть статья 20.2-20.8, то есть неоднократное нарушение массовых пикетов, что ты будешь сегодня говорить судье? О том, что я вину свою не признаю, состава преступления, моих действий не было, и с виной я это не согласна. По итогу, значит, по первому судебному процессу, где была возоблена данницкая статья 212.1, по ней, значит, засчитал прокурор обвинение, но судья перенесся на 26 января следующего года. То есть по дисплане выезда и мероприятия мне, значит, не сделали суд, и слава богу, я на свободу. По второму заседанию, сейчас остался суд, часть 2-20.6.1, штраф выписали мне в 7500, с учетом, что у меня двое несовершеннолетие. Я считаю, что это дело политическое, это идут репрессии в мой адрес, так же, как и в адрес всех активистов Новосибирска и Хабаровска, и всех городов. Люди, это просто репрессивная машина, которая едет по ману. Ну, мы не сдаемся, с нами правда, с нами Бог. И Россия будет свободна.